Минувшая неделя запомнится нам чередой модернизаций. Заряженный Mercedes-AMG E63 завершил программу обновления E-класса. И точно такая же ситуация у BMW, где гамму пятерок повенчал улучшенный седан M5. Mazda обновила среднеразмерный кроссовер CX-5. Серьезный рестайлинг прошел и флагманский лифтбэк Volkswagen Arteon. Заметное обновление у испанской парочки Seat и Cupra Ateca. Citroën раскрыл первые подробности о новом поколении C4, который из класса хэтчбеков переместился в кроссоверы. Главной мировой премьерой стал совершенно новый Opel Mokka. Теперь уже на французской платформе от концерна PSA. А российский офис марки Cherry, едва успев привезти к нам новый Tiga 7, уже готовит второе поколение – Tiga 7 Pro. Citroën не стал баловаться тизерами и сразу показал фотографии нового поколения C4, хотя полноценная премьера семейства состоится только 30 июня. Благодаря снимкам мы знаем, что французы решили не делать обычную легковушку, а скрестили хэтчбек и кроссовер. С самого начала в гамме будет электрическая версия. Вторая новость касается подвески. Вместо резиновых демпферов использованы гидравлические ограничители хода сжатия. Других технических подробностей придется подождать. Для корейской компании Сангьонг наступают темные времена. Напомню, в начале 2011 года большую часть акций выкупил индийский концерн Mahindra. Поначалу все шло неплохо, но сейчас марка приносит убытки, а поставки машин на экспорт сократились до минимума. Из России Сангьонг окончательно ушел год назад. В итоге Mahindra планирует продать часть акций или всю свою долю. Впрочем, вероятен и другой расклад, при котором Сангьонг будет вовсе ликвидирован. BMW завершает обновление пятой серии рестайлингом седана M5. Отметим увеличенные ноздри, новый дизайн бамперов и диодную начинку задних фонарей. Интерьер изменился точечно. Самым заметным приобретением стали виртуальные приборы, а центральный экран нарастил диагональ до 12 дюймов. Кроме того, для управления ездовыми режимами добавлена специальная клавиша. Техника стандартной M-ки не изменилась, а вот злому варианту Competition перепали новые пружины и амортизаторы от модели M8 Grand Coupe. Также появился ездовой режим Track, в котором отключаются помощники, блокируется аудиосистема, плюс аварийка перестает моргать при каждом резком торможении. Российские дилеры уже принимают заказы. К нам привезут только версию Competition, но в двух исполнениях, включая экстремальное M-Special. Mercedes-Benz рассекретил заряженный AMG E63 через несколько часов после премьеры BMW M5. От предшественника новинка отличается светодиодной оптикой, решеткой радиатора и обоими бамперами. В салоне из нового руль со сдвоенными спицами, а также свежая генерация мерседесовской мультимедийки. Четырехлитровый V8 по-прежнему состыкован с девятиступенчатым автоматом неординарной конструкции. Вместо традиционного гидротрансформатора инженеры AMG внедрили пакет мокрых фрикционов. Полный привод остался верен многодисковой муфте, так что единственное трансмиссионное обновление – это замена заднего механического самоблока на управляемый дифференциал. Прежде он полагался только старшей версии E63S. То, что можно измерить цифрами, то есть разгон, расход и максималка, никак не изменилось. Однако немцы пообещали более комфортную подвеску. В России обновленные AMG модели уже доступны для заказа, но нам традиционно достанется только седан, тогда как всего существует четыре вида горячих ешек. Это вдобавок купе, кабриолет и универсал. Mercedes-Benz еще только готовится завести в Россию первую партию новых кроссоверов GLA, а дилерам уже дано новое задание – предлагать публике заряженные AMG-версии. За начальный GLA 35 будут просить больше 4 миллионов рублей. У него двухлитровый турбомотор мощностью более 300 сил, восьмиступенчатый робот и полный привод. Интересно, что компромиссный 45-й GLA нам решили не предлагать, а сразу выкатили экстремальный вариант 45S. Чтобы реализовать управление вектором тяги, в триводе задних колес трудится пара муфт вместо одной. А у того же восьмиступенчатого робота усилена начинка, но и цена – больше 5 миллионов. Неизвестный россиянам Сеат Атека пережил первое обновление. Дизайнеры предложили шестиугольную решетку радиатора, агрессивный передний бампер, а в задние фонари вписали динамические указатели поворота. Для тех, кто хочет видеть Атеку брутальным джипом, заготовлен внедорожный пакет, наполненный серебристыми вставками и увеличенными воздухозаборниками. В салоне доработаны дверные панели да рулевое колесо. Приборная панель стала виртуальной, а центральная консоль взбодрилась матово-серыми вставками. Медиа-система распознает голосовые команды и поддерживает актуальные протоколы связи с гаджетами. Внедрен и адаптивный круиз-контроль. Гамма моторов изменилась совсем чуть-чуть. Литровую турбо-тройку немного дефорсировали, а начальный дизель объемом 1,6 заменили двухлитровым, отдачей 115 или 150 сил. Все эти новшества должны помочь Сеату догнать ближайших родственников, ведь Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq продаются лучше, чем Ateca. Следом за Сеатом обновление досталось его заряженной версии, которая продается под самостоятельным брендом Cupra. Машина стала злее и агрессивнее внешне, а заодно примерила новый руль. У новой баранки есть пара круглых монеток, левая перещёлкивает режимы ездовой электроники, а правая запускает и глушит двигатель. Двухлитровая турбо-четвёрка перенастроена, и паспортный разгон до сотни заметно сократился. Чтобы мотор бубнил громче и эффектнее, в списке опций есть соответствующая выпускная система. У европейских продавцов Ateca под марками Seat и Cupra появятся через несколько месяцев. В России же испанские бренды возвращаться не планируют. Обновлённая Mazda CX-5 почти не изменилась внешне. Зато технических улучшений хоть отбавляй. Двухлитровый мотор научился отключать пару цилиндров, а электроника полноприводных версий теперь имитирует блокировки дифференциалов для улучшения проходимости. Кроме того, улучшена шумоизоляция салона, а в рулевой механизм бензиновых машин встроили дополнительный демпфер. Его задача — снизить низкочастотные вибрации, приходящие на баранку. Датчик света включает фары немного раньше, а система автоматического торможения увереннее распознаёт пешеходов в темноте. А ещё на все двухпедальные авто начали ставить подрулевые лепестки для ручного переключения передач. В салоне появилась другая светодиодная подсветка, плюс экран медиасистемы стал на дюйм больше прежнего. В Европе улучшенные Мазды появятся не скоро, зато в России уже под конец лета. Прежняя МОКО отправилась на пенсию ещё прошлой весной, поэтому Opel очень спешил выбросить на рынок новое поколение. Впрочем, молниеносного старта не будет. Производство начнётся только в четвёртом квартале, а к европейским дилерам машины попадут после Нового года. Поэтому сейчас мы можем обсудить внешность и характеристики. С последними всё просто, ведь пока представлена только электрическая версия. Передние колёса приводят один электромотор, а под полом кузова находятся литиево-ионные батареи. Их ёмкости должно хватить чуть больше, чем на 300 километров пробега по реалистичному циклу WLTP. Известны и габариты. Если машина первого поколения была компактной, то переехавший на французскую платформу новичок укоротился аж на 13 сантиметров. Вот дизайн – настоящий прорыв, если не революция. Мокко стал первым Opel'ем, который примерил принципиально новое оформление передней части. Этот стиль называется вайзер, потому что матричные фары и решётка радиатора объединены в блок и напоминают визор шлема. Идея поддержана и в интерьере. Общий блок виртуальных приборов и тачскрины медиасистемы называется Pure Panel. Впрочем, для управления климатикой и мультимедийкой сохранены традиционные кнопки и рукоятки. Естественно, пиарщики марки не могли умолчать, что жёсткость кузова увеличена на 30%, при этом снаряжённая масса уменьшена на целых 120 кг. Вернувшийся в Россию Opel наверняка предложит Моку и нам. Конечно, не в электроверсии, а с двигателями внутреннего сгорания. Volkswagen модернизировал флагманскую модель Arteon. Внешность практически не тронута, зато расширена гамма версий. Среди них стильный универсал, который вдруг назван по британской традиции шутинг-брейком. Ещё одна новинка – это гибрид, который построен вокруг турбомотора 1.4 и на чистом электричестве проедет полсотни километров. А как вам заряженный Arteon R? Увы, здесь не шесть цилиндров, зато двухлитровая турбочетвёрка выдаёт 320 сил, а электроника полного привода имитирует активный задний дифференциал. Динамические характеристики пока не опубликованы, но R-ка наверняка кажется быстрее прежней топ-версии на 280 сил. Кстати, интерьер Arteon'а впеределан серьёзно. Раньше флагман не слишком отличался от родственного Passat, но теперь модель удивляет новой панелью и материалами. Климат-контроль управляется сенсорным блоком, обновлена мультимедиа, вдобавок салон подсвечивается одним из 30 цветов. Роль автопилота играет продвинутый круиз-контроль, способный работать на скоростях до 210 км в час. Гамма-двигатели для Европы – сплошь двухлитровые турбочетвёрки на дисдопливе или бензине. Притом для базовых машин даже сохранена шестиступенчатая механика. В Европе продажи обновлённых лифтбэков, а также универсалов, гибридов и эрок начнутся осенью, а в Россию только-только добрался до рестайлинговой Arteon, так что свежая версия наверняка задержится. Кроссовер Хавейл F7 продаётся в России с двигателями в полтора или два литра, а вот купеобразной версии F7X поначалу достался только старший турбомотор отдачей 190 сил. Но теперь базовую турбочетвёрку мощностью 150 сил получила и кросс-купе. Единственная коробка передач – это семиступенчатый преселективный робот, хотя привод передний или полный можно выбрать. В результате стартовая цена моноприводного 7X снизилась ровно на 100 тысяч – до полутора миллионов рублей. С полным приводом машина стоит под миллион восемьсот, но гораздо богаче оборудована. Между тем, Хавейл сократил ассортимент моделей в России. Это сделано, чтобы дозагрузить тульский завод компании на днях, выпустивший десятитысячный автомобиль. Так из гаммы исчезли импортные модели H2 и H6, которые возились из Китая. За последние пять лет на нашем рынке было куплено около двух тысяч кроссоверов H2. Старший H6 не просто нашёл более десяти тысяч покупателей, но и долгое время носил статус бестселлера бренда. В Белоруссии стартовало производство автомобилей китайской марки Чанянь. Компания Unison будет собирать под Минском компактный кроссовер CS35 Plus, причём по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Известно, что российский офис Чаняня заказывает выпуск определённого количества автомобилей, а белорусская фирма получает комиссию за каждую собранную машину. Отметим, что до этого Unison выпускал только автомобили китайской марки Zoti. Прошлой весной на российский рынок вышел Cherry Tiggo 7 первого поколения. Однако наше представительство бренда уже готово предложить более крупный кроссовер следующей генерации. Старым остался только базовый турбомотор объёмом полтора литра. Однако теперь доступен и более мощный двигатель, но привод строго передний. В России кроссовер пока не сертифицирован, поэтому никаких других подробностей ещё нет. Заявлено лишь, что машина получит оптику на светодиодах. J.L.I. подтвердила скорый дебют сразу двух новинок – кроссоверов Atlas Pro и FY11. Первая – это плод глубокого рестайлинга уже известного Atlas. Модернизация принесла новый дизайн и светодиодную оптику, а сзади пересмотрен проём пятой двери. В салоне изменились передняя панель и центральная консоль. Медиасистема обзавелась большим экраном, при том некоторыми функциями можно управлять при помощи фирменных наручных часов. Вторая новинка – паркетник FY11. Он базируется на модульной вольвовской архитектуре, а в гамму моторов включены шведские агрегаты объёмом полтора или два литра. Со старшим объединены классический автомат и полный привод. Что из этого достанется российским версиям, узнаем перед стартом продаж, который намечен на осень.